Телеканал НСИ в эфире 24 часа, 7 дней в неделю. Ежедневно мы рассказываем самые важные новости нашего большого края. Снимаем сотни героев для десятка сюжетов. И зачастую именно зрители наполняют их своими историями. Личные истории этих мальчишек и девчонок знает, наверное, каждый житель нашего края. Весь год мы рассказывали о детях из детских домов, которые отправились в велопробег по нашему региону. Для них это было не только большое путешествие, но и возможность рассказать о себе. А главное, показать, что чужих детей не бывает. Но проект не ограничился одним путешествием. Уже после пробега ребята начали покорять новые высоты. Впервые сходили на красноярские столбы и даже записали свою собственную песню. Забери меня, забери, забери меня с собой. В моем сердце так много любви. Разреши мне быть рядом с тобой, мам моей. Один из самых главных итогов велопробега – участник по имени Саша за время путешествия нашел родителей. Ирина – журналист из Балахты. Она снимала сюжеты подготовки к путешествию ребят и поняла, что хочет, чтобы этот парень стал частью ее семьи. Велопробег по-настоящему изменил жизни многих участников. И, видимо, нужно было просто с ними провести рядом этот уходящий год, чтобы они улыбались чаще. Именно с проектом «Сердце километра» телеканал «Унисей» вышел в финал престижного телевизионного конкурса «Тефи-регион». Причем на церемонию награждения ездил участник. Даниил хочет стать журналистом, поэтому ему и выпал шанс пообщаться с именитыми телевизионщиками. Эти дети раскрылись. Они рассказали нам в конце о самом сокровенном, о чем вряд ли вообще когда-то они кому-то рассказывали. Даже, может быть, они никогда этого не рассказывали своим друзьям или воспитателям в детских домах. Но настолько мы смогли друг к другу прикипеть душой, настолько мы смогли друг к другу расположиться, подружиться и стать близкими людьми, что эти дети, они рассказали нам о своих мечтах. Мы уже считаем, что мы не имеем права останавливаться на достигнутом. Мы, конечно, будем продолжать проект. Толя Кацин стал одним из героев другого социального проекта телеканала «Унисей» «Дарь и добро». Он с нашей помощью открыл интернет-магазин, где продают футболки, кружки, магниты со своими рисунками. Несмотря на серьезное заболевание, мальчик хорошо рисует и с помощью своего таланта собирает деньги на лечение. То ли его родители верят, что в 2016 году все их желания обязательно сбудутся. Когда чувствуешь, что не один, что кто-то еще с тобой, гораздо легче становится. Это был для телеканала отчасти эксперимент такой, смелый эксперимент, потому что впервые телеканал вышел за рамки телевизионного эфира и вышел, скажем так, в социальные сети, в социальные медиа. Нам писали крупнейшие федеральные издания, интересовались этим проектом. Нам звонили телеканалы, которые тоже это видели все в социальных сетях, насколько это бурно, насколько люди поддерживают героя нашего проекта. И просили там видео, и сами делали большие материалы, которые тоже получали огромный-огромный отклик. Поэтому, на мой взгляд, эксперимент более чем удался. К юбилею Победы в Великой Отечественной войне журналисты телеканала приготовили сотни сюжетов. К примеру, весь год жители края рассказывали о памятниках и мемориалах Победы, которые есть в их деревнях и поселках. Самым масштабным проектом, посвященным 70-летию Победы, стал автопробег «Красноярск-Крым». Жители края и наша съемочная группа на машинах отправились в большое путешествие. По пути они заезжали в города-герои, где еще раз вспоминали о подвигах. Идея автопробегов, она, я надеюсь, повторится. И в следующем году у нас уже есть пункт, в который мы стремимся. Я пока не буду его озвучивать. Но могу сказать, что за время нашего предыдущего автопробега нам удалось собрать команду, которая уже подтверждает свое участие в нашем следующем проекте. И я надеюсь, что те люди, которые смотрели пробег, и которые, может быть, заразились этой идеей, в следующем году присоединяться к нашей компании, и нас будет еще больше. А вот о непростых и по-настоящему жизненных историях мы рассказывали каждую субботу в рубрике «Помоги». Как оказалось, зрители нашего канала готовы разделить чужую боль и по возможности помочь. Вот только один из примеров у Максима из Енисейской ДЦП. Майямы рассказывали его историю. Ему необходимы были деньги на лечение. Как говорит мама малыша, благодаря сюжету в новостях Енисея, помощь поступила со всего края и даже из других городов России. Со всех городов откликались. Конечно же, с нашего Красноярского края города Енисейска, Лисосибирска и даже за рубежа. Уходящий год стал по-настоящему уникальным для телеканала Енисей. О героях в наших социальных проектах узнали далеко за пределами Красноярского края. И в наших планах дальше двигаться в этом же направлении. Год был непростым, он был годом нестабильного курса, возможно, каких-то политических потрясений. Но мы еще раз убедились в том, что жители края, в людях в целом есть что-то большее. Они готовы помогать, они готовы протянуть руку помощи. И это здорово. На следующий год мы запланировали не менее огромное количество, можно сказать, масштабных проектов. И мы надеемся, что у нас получится осуществить их с помощью вас, наших дорогих телезрителей. В эфир выйдут десятки новых проектов, а главными нашими героями по-прежнему останутся жители нашего края. А значит, каждый из вас. Екатерина Погорелова, Максим Галат, Денис Тимошенко. Новости.